Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря только один релиз, на который стоит обратить внимание. Это данные по рынку труда Канады в 13.30 по GMT. Буквально накануне мы добавили в наш портфель канадский доллар, теперь будем внимательно за ним следить, и осознавая все риски, с которыми сталкивается канадская экономика, очень много индикаторов ее слабости. Понимаем то, что и Банк Канады в целом может пойти на осмягчение экономической политики раньше других регуляторов, потому что смягчение политики это то, что будет способствовать улучшению экономических условий, потому что, конечно же, бизнесу лучше, когда ставки ниже. И, соответственно, чем больше мы дальше будем получать индикаторов слабости канадской экономики, тем ближе будет это решение Банка Канады, и тем больше у нас будет оснований для того, чтобы продавать канадский доллар против американского конкурента. В целом, уже обозначал долгосрочные перспективы пары доллар-канадец и считаю то, что у нас есть все вводные для того, чтобы сохранять длинные позиции и ждать восстановление пары доллар-канадец выше отметки 1.35. Индекс доллара текущей котировки 104.05, хайп вчерашнего дня 104.30. Индекс доллара мы продолжаем покупать, в частности, из-за сигналов, которые поступают от американского регулятора, что рано еще отказываться от жесткой монетарной политики. На этой неделе, к сожалению, у нас не было практически стоящих релизов, за которые можно было бы зацепиться и уже детально пытаться рассуждать и оценивать перспективы американской монетарной политики. Но на следующей неделе нас ждут уже данные по инфляции в США, которые помогут уточнить будущие действия Федрезерва. А пока довольствуемся только лишь комментариями представителя американского регулятора, в частности, глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что из-за значительного прогресса на рынке труда, конечно же, ФРС будет откладывать на неопределенное время, как она выразилась, первый шаг, который, собственно, и будет предполагать снижение ключевой процентной ставки. Ранее до этого то же самое, в буквальном смысле, сказали представители Баркин и Кашкари. Лоретта Мейстер тоже придерживается такой позиции. И я вам, друзья, снова напоминаю, что из-за такой риторики, из-за того, что ранее было сказано главой американского регулятора Джеромом Пауэллом, мы сейчас смело можем смотреть на американский рынок труда и искать ответы именно в этом секторе. Потому что, по словам Пауэлла, единственное условие, при котором американский регулятор может раньше времени и обозначенных этих сроков пойти на смягчение политики, это ухудшение ситуации на рынке труда. Но этого пока не происходит. Очень сильный отчет Non-Farm Perils и вчерашний релиз по периодичным заявкам на пособие по безработице. 218 тысяч обращений ниже, чем было две недели назад, когда этот показатель составил 227 тысяч. Поэтому получается, что в сухом остатке у нас очень хорошая база для укрепления последовательного роста курса доллара. Это сейчас и происходит. Золото, соответственно, оказалось под давлением текущей котировки 2033 доллара за тройскую унцию. Консолидация, в принципе, рядом с этим значением продолжается уже не одну торговую сессию. Но сейчас мы точно можем сказать, что появились дополнительные катализаторы для усиления нисходящей динамики золота. Это все-таки то, что индекс доллара снова прорвался выше 104 пунктов. И это возобновившийся рост доходности американских облигаций. Десятилетки сейчас торгуются на отменке 4,15%. Это максимум середины декабря. При такой динамике, учитывая, что между этими инструментами действует обратная корреляция, конечно же, золоту придется снижаться. Доллар иена, друзья, 149.40. Мы всего лишь в 60 пунктах от нашей долгосрочной цели 150. Причем драйверы, которые толкают сейчас вверх доллар, они, собственно, те же самые, что сейчас были озвучены, когда я обрисовывал для вас ситуацию с индексом доллара. Контраст монетарных политик из интересного фона, связанного с японской иеной. За вчерашний день стоит отметить комментарий заместителя управляющего банка Японии Учиты, который почему-то охарактеризовал текущую ситуацию в экономике как способствующую усилению инфляции. Это якобы и динамичный рост заработных плата, это и значительный рост активности в промышленности сферы услуга. Очень странное заявление, учитывая то, что мы работаем, как и все экономисты, с данными, которые на поверхности. На виду мы не выдумываем эти цифры, судя по последней статистике. Единственное, что не растет нужными темпами, это заработные платы и те сектора, которые, по мнению Учиты, все-таки демонстрируют положительную динамику. Я думаю, что лучше все-таки опираться на макроэкономические данные. Мы знаем то, что инфляция в Японии не растет. И есть два сценария, при котором банк Японии может отказаться от мягкой экономической политики. Это устойчивая стабилизация. Инфляция в районе 2% этого сейчас нет. И уж тем более нет сейчас роста инфляции выше 2% целевого ориентира. Смело удерживаем длинные позиции и ждем 150 иен за доллар. Как только этот уровень будет достигнут, уже будем смотреть на возможные вероятные интервенции и то, как они могут повлиять на курсы японской валюты. Хотя я не думаю, что где-то в диапазоне 150-153 иены за доллар они вообще невозможны. Доллар-канализ, как уже отметил, ждем развития роста. Сегодня данные по канадскому рынку труда по прогнозам отчет разочаруют. Рост с 5,8 до 5,9 – это уровень безработицы. И логичная реакция должна последовать распродажа манского доллара и рост пары выше отметки 1,35. Европейская валюта 1,0770. Из последних комментариев представителей Европейского Центрального Банка стоит отметить заявление управляющего совета ИЦБ «Изабель» Шнабель, которая все-таки несколько дистанцировалась от общей риторики других представителей Европейского Центрального Банка и считает, что сейчас не нужно торопиться со снижением процентной ставки. Но при этом в своем интервью она добавила, что отсутствие проактивности по снижению ставки не является сейчас базовым сценарием Европейского Центрального Банка. То есть ИЦБ в лице Лагард уже готовил к тому, чтобы перейти к более раннему снижению процентной ставки. И, кстати, можем провести параллель между экономикой еврозоны и канадской экономикой. Примерно то же самое. Их нужно сравнивать с тем, что происходит в экономике США и сопоставлять показатели экономического роста и понимать, что в отличие от экономики США, Банк Канады и Европейский Центральный Банк не могут позволить себе сохранять ставку высокой в течение длительного периода времени. Потому что, сравнивая еврозону США, темпы экономического роста в прошлом году ВВП США составили 3,3%, при этом ВВП еврозоны 0,1%. На грани рецессии. И нужно торопиться с тем, чтобы осмельчить экономические условия. И рынок нефти 81,50. Я все-таки в этот раз сохраню короткую позицию, потому что на фоне обвала показателей инфляции, замедления темпов роста иных потребительских цен в Китае максимальными темпами за последние 15 лет, рост запасов США, очень странно, что рынок игнорирует эти вводные. Поэтому, опираясь на фундаментальный фон, я вижу больше условий все-таки для возобновления распродаж и бренды, и WTI. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.